Беседа с директором социального обеспечения на тему недозволенного секса и социального обслуживания. Мельбурн, Австралия, май 1975 года. Мы обучаем этому, но люди иногда насмехаются. Глупости. Они критикуют. Лидеры общества не поддерживают нас. Вчера я разговаривал с одним священником о незаконном сексе. И тот сказал, что в этом плохого, это великое наслаждение. Мы обучаем, мы проповедуем, что незаконный секс — это грех. Наши первые условия таково. Человек должен отказаться от этого недозволенного секса, мяса, одруманивающих средств и азартных игр. Это мои первые условия для того, кто хочет стать учеником. И они соглашаются. И следуют. Но этого не будут делать наши клиенты. Да, они будут. Если предоставить все условия в официальной организации, к нам приходит столько преданных. Через некоторое время они становятся посвященными преданными. Должен существовать метод. Там был еще один публичный дом. Ферма хиппи. Я ездил туда. Организатор возил меня туда. Я думаю, что если вы серьезны, то давайте совместными усилиями откроем организацию, где людей будут обучать тому, как стать образцовым человеком. Детей нужно учить этому. Это решение. Тогда придется менять общество. Нет, нет, не нужно менять. Пусть общество остается как есть. Мы будем обучать некоторых детей, как мы это делаем в Далласе. И мужчин также. Мы уже это делаем. Это возможно. Это практически пример. Итак, священник должен быть человеком идеального характера, но они рекламируют гомосексуализм. Разве в таких условиях появятся идеальные люди? Если представители духовенства ложатся в больницу, чтобы излечиться от пьянства, и разрешают однополые браки и гомосексуализм, то о каком идеальном характере можно говорить? Гомосексуализм — это болезнь. Это все равно, что слепой человек, а вы наказываете его за слепоту. Вы не можете наказывать человека за то, что он гомосексуалист. Вот что говорит наше общество. В любом случае, священники разрешают гомосексуализм. Они позволяют это. Я читал статью, что один священник благословил однополый брак. В Нью-Йорке есть газета «Сторжевая башня». Это христианская газета. Я читал об этом в той газете. Они осуждают священника за благословение на однополый брак. И они вынесли решение, что гомосексуализм — это нормально. А в Перте, как вы сказали, студенты обсуждают гомосексуализм. Они ратуют за это. Откуда тогда взяться идеальному характеру? Если вы хотите сделать что-то существенное, то воспитайте нескольких людей как людей с идеальным характером. Таково движение сознания Кришны. Но люди скажут, то, что является идеалом для вас, не идеал для других. Я привожу пример идеального характера. Да, но это одно мнение. Нет. Это не зависит от мнений. Какой прок в мнении, если все люди — ослы? Нет, речь идет не обо мнениях. Человек должен поступать, как предписывают шастры. Никакого мнения. А что, если брахманы начнут править миром в своих интересах? Он говорит, что... Что будет, если брахманы начнут править миром в своих интересах? Нет, нет. Это не вопрос интереса. Это их характер. Например, само, умиротворенные. Они вполне могут сформировать собственный класс ради своих интересов и попытаться соответственно править миром. Нет. Потому что они честные. Это большая разница. Они не поступят так. Они должны действовать по книге, да? Честный. Это тот, кто не действует в своих интересах. Он поступает в интересах каждого. Это честность. Но если его собьют с толку? Предположим, мир изменился после написания книги. Нет, нет. Просто потому, что они не следовали. Например, в Индии. Вот, например, характер брахманов. Позднее, постепенно культура была утрачена за последние тысячелетия, потому что Индия Индия была подчинена иностранцами, мусульманами. Они привнесли часть своей культуры. Затем пришли англичане. У каждого был свой интерес. В период британского правления у лорда Маккали была главная политика. Если позволить им остаться индусами, они никогда вам не подчинятся. такова была политика британского правительства. Они осуждали все индийское. Как бы вы отреагировали, если бы кто-нибудь ворвался сюда и ограбил кого-нибудь? Он сказал, как бы мы отреагировали, если бы кто-нибудь ворвался и ограбил здание? Ограбил? Вор. Что бы мы сделали при встрече с вором? Мы бы наказали его. Вы бы применили насилие, а почему нет? Вора следует наказать. Вы бы сами это сделали. Что бы вы сделали? Вы бы напали на него? Нет. Мы или кто-нибудь другой, вор, должен быть наказан. Вор должен быть наказан. Мы или вы, это не важно. Вор есть вор. Его нужно наказать. А что, если он забрался, потому что он голоден? Кто забрался? Он говорит, что, если он забрался, потому что он голоден? Тогда мы скажем, что все должны приходить и есть. Почему он должен голодать? Мы приглашаем всех. Приходите, ешьте бесплатно. Мы не просим платы. Почему тогда он должен голодать? Давайте увеличим эту программу. Все голодные Мельбурна, приходите сюда, ешьте досыта. Мы приглашаем. Приходите. Зачем голодать? Но что, если он пьяница, да еще и голодный? К нам ходит пара алкоголиков, и мы кормим их каждый вечер. Вы кормите? Да. Как Гордон Хаус? Да. Они приходят, и мы их кормим. Каждое воскресенье у нас пир, и они приходят. Это требует некоторого времени и практики. Но, вообще-то, мы приглашаем всех. Мы вне политики. Мы выше политики. С вашей точки зрения, но мы работаем в департаменте, зависящем от политических решений. Департамент означает... Есть еще один ряд. Да, это просто инструмент воли народа. Министр разбирается, соответственно, с желанием людей в нашем обществе, потому что они создали департамент, как, например, ваш. Как он называется? Соцобеспечение. Соцобеспечение. Итак, если они поддерживают соцобеспечение, то почему не помогут нам? Зачем привносить сюда политику? Если здесь мы действительно занимаемся соцобеспечением, то почему не поддержать это? Да, вы правы. Но в нашем обществе министр разбирается для того, чтобы проводить определенную политику. Он делает не то, что хочет, а то, за что его избирали люди. Но если ваша политика это реформа общества... А реформа общества это не является нашей политикой. Но тогда соцобеспечение помогать тем, кто в беде. Такова наша политика. Что ж, все же в беде. Простите? В настоящее время даже министры в беде. Да, но это не входит в наши обязанности. Все в беде. Врач, излечи себя. Вот видите? Они тоже пьют. Они тоже охотятся за женщинами, едят мясо, играют в азартные игры. Они все это делают. Им тоже необходимо исправляться. Но мы не можем этому помочь. Вы должны сначала изменить общество, и тогда оно будет говорить нам, как нам нужно действовать. Но пока вы не измените общество, как вы можете заниматься соцобеспечением? Если вы оставите все, как есть, то о каком благе для общества можно говорить? Вы просто по-другому интерпретируете слова. Если говорить обобщенно, то человек должен быть человеком первого класса. Общество нуждается в таких людях. Вот почему так сложно. Вам приходится работать самостоятельно. Но если вы убедите достаточно людей идти вашим путем, наша программа. Это не Vox Populi, не Глаз Народа. Попробуйте найти в нас недостатки. Найдите наши недостатки. Я не вижу недостатков. Тогда почему вы не согласны? Если вы увидите, что все хорошо, то почему вы не примете это? Или вы не беспристрастны? Конечно, я не беспристрастен. Я по-другому воспитывался. Да. Вы, например, не беспристрастны по отношению к моей жизни? Нет, мы беспристрастны. Мы позволяем. Мы не беспристрастны. Мы говорим, если вы хотите стать образцовым человеком, тогда вы не должны совершать греховные действия. Таково наше предложение. Но я, как слуга народа, я здесь не для того, чтобы менять общество. Мы тоже народ. Мы принадлежим народу. Вы должны стать и нашим слугой также. Что? Мы тоже народ. Члены общества. Вы должны стать и нашим слугой также, если вы слуга народа. Слуга народа, согласно нашей философии, это тот, кто служит министру, избранному народом. Таким образом, он служит народу. Поэтому мы проводим реформу в обществе. Я могу согласиться с вами, что если мы все будем служить Кришне, не все, тогда социальный служащий будет действовать по-другому. К примеру, мы предлагаем. Не я предлагаю. Это Кришна говорит. Что человек должен быть умиротворен. Как обрести умиротворение? Если ум человека постоянно обеспокоен, то как он может обрести мир? Вы совершенно правы. Итак, это секрет успеха. Вы хотите, чтобы люди были спокойными, но вы не знаете, как сделать их таковыми. Поэтому мы должны принять это. Наше общество основано на конкуренции. Мы предлагаем вам повторять Харе Кришна. Есть здесь досыта. Жить здесь со всеми удобствами. И вы станете умиротворенным. Это гарантируется. Если кто-нибудь, даже сумасшедший, соглашается с этими тремя принципами, то пусть он повторяет Маха-мантру Харе Кришна, принимает вкусную пищу, которую мы готовим, и спокойно живет. Он станет умиротворенным. Но как вы ответите на то, что, тем не менее, такой небольшой процент, незначительный процент населения принимает эту философию? Незначительный процент. В небе, например, может быть множество звезд, но только одна Луна. В процентном соотношении Луна — ничто. Если вы подсчитаете количество звезд, то Луна — ничто. Но Луна более важна, чем все эти бесполезные звезды. В процентном соотношении нет никакого сравнения. Но поскольку это Луна, она важнее всех этих никчемных звезд. Вот вам пример. Какой смысл сравнивать процентное соотношение звезд и Луны? Пусть будет одна Луна, а этого достаточно. Не зачем говорить о процентах. Один идеальный человек. Например, в христианском мире есть идеал. Иисус Христос. А что вы скажете о Мао Цзэдуне? Он спрашивает, что вы скажете о Мао Цзэдуне? В Китае один идеальный человек. Он коммунист. Его идеал неплох. Может быть, в Китае, да. Его идея, коммунистическая идея о том, что все должны быть счастливы, это хорошая идея. Но они не знают, как это сделать. Например, они заботятся о людях в государстве, но при этом отправляют бедных животных на скотобойни, потому что они безбожники. Они не ведают, что животное — это тоже живое существо. И человек — тоже живое существо. И ради удовлетворения людских языков животным режут глотки. Это неправильно. Если лидеры общества проявят сочувствие к этому движению, то остальные естественным образом примут его. Они увидят, что наш министр принимает. Наш министр считает себя слугой народа. Его могут сместить в любое время. В том-то и беда, что люди такие негодяи, они избирают еще одного негодяя. В этом недостаток. Что тут можно поделать? Безнадежно. Мы не зависим от этих негодяев. Мы действуем. Мы издаем свои книги, мы развиваем наше общество. Мы честно пытаемся только и всего. Мы делаем это по всему миру. Все, что мы можем сделать, это позволить вам убедить население измениться. Да, мы это делаем. И когда вы это сделаете, тогда департамент предположим, если мы скажем человеку, пожалуйста, не занимайся незаконным сексом, вы будете против этого? Если я советую кому-то не вступаю в незаконные связи, вы будете против этого? Да, я против. Вы против? Да. Мне нравится секс, и моей жене нравится. Мы наслаждаемся этим. Благодаря сексу наша семейная жизнь становится счастливее. Вот видите? Вот положение. Наслаждаемся сексом, наш брак только счастливее от этого. Нет, мы не запрещаем секс. Мы запрещаем незаконный секс. Незаконный. Но мы пользуемся противозачаточными средствами, мы пользуемся таблетками и всевозможными средствами. Зачем вы пользуетесь контрацептивами? Потому что я больше детей не хочу. Тогда почему не прекратите секс? Потому что он не нравится? Потому что я наслаждаюсь им? Это значит, вы идете к врачу и говорите, я хочу удовлетворять все свои желания, однако, тем не менее, я пришел к вам за лечением. Вот что это значит. Вы хотите... Я не пришел за лечением. Нет, нет, я говорю, вы пришли за лечением. Меня пригласили, поскольку вам платят, чтобы вы руководили обществом. Это ваша работа, поэтому вы пришли сюда за лечением, но когда я выписываю лекарство, вы его не принимаете. Я не пришел за лечением. Нет, пришли. Иначе, почему вы здесь? Вы пригласили меня, чтобы помочь вам в вашей социальной работе, в соцобеспечении, чтобы вы воспользовались нашим советом. Но когда мы даем совет, вы его отвергаете. Вот что происходит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!